Всем привет, друзья! С вами Андрей, и это новая подборка интересных новостей на нашем канале. Начнем мы с технокороля и музыканта Илона Маска, который показал ускоритель ракеты SpaceX Super Heavy. Школа в Арканзасе перешла на солнечную энергию и сумела повысить зарплату учителям. Беспилотное судно запустило беспилотный летательный аппарат. Компания Tencent разработала ходячего колесного робота. BMW показала новый электроседан и кроссовер. На эти темы мы поговорим сегодня в нашем выпуске. Не забываем подписываться на канал, друзья. Я желаю вам приятного просмотра. Поехали! Глава Tesla Илон Маск добавил к званию SEO еще и титул технокороля компании, сообщает газета Financial Times, о том, что с 15 марта Маск носит титул Techno King of Tesla. Компания официально сообщила в извещении, направленном в комиссию по ценным бумагам и биржам США. Также Илон написал песню в стиле техно и продает ее на аукционе цифрового искусства NFT. Об этом известный предприниматель сообщил традиционным путем, через свой аккаунт в Twitter. Он написал, что продает эту песню про NFT через NFT. NFT – Non-Fungible Token. Это уникальный вид криптографических токенов на основе Ethereum, каждый экземпляр которых уникален и не может быть обменен или замещен другим аналогичным токеном. Хотя обычно токены взаимозаменяемы по своей природе. Перейдем к космическим новостям. Вслед за успешными, несмотря на взрыв испытаниями тестового прототипа Starship SN10, SpaceX близка к началу испытаний прототипа ракеты Super Heavy, что и должна вывести Starship за пределы Земли. Об этом свидетельствует твит главы SpaceX Илона Маска, где он показал на фото первый ускоритель ракеты Super Heavy. Вся 70-метровая конструкция в кадр не влезла. Для понимания масштаба можно взглянуть на размеры рабочего на кране. Этот прототип называется BN-1. SpaceX планирует уже в июле 2021 года провести арбитральные испытания Super Heavy и Starship. Так это выглядит на анимации. Школьный округ Бейтсвилл, штат Арканзас. Может стать новым эталоном зеленой энергетики в свете последних достижений. В 2017 году здесь наблюдался годовой дефицит бюджета в 250 тысяч долларов. Администрация не могла платить учителям более 45 тысяч в год, из-за чего новые кадры не приходили, а старые разъезжались. У городка с небольшим населением нет никаких ресурсов. И тогда на помощь призвали вечный источник энергии и солнце. Интересный факт. Всего в 26 километров от Бейтсвилла находится одна из самых крупных угольных электростанций штата, но с предельно устаревшим и неэффективным оборудованием. Местное население тяготеет к традиционному деревенскому укладу жизни. И мало кто понимал суть затеи школьного руководства. Но всех убедил тот факт, что солнце будет светить в любом случае и бесплатно. Так почему бы и не попробовать? Изначально под массив солнечных панелей выделили пустующее поле рядом со школой, а через год разместили еще полторы тысячи панелей на зданиях. Параллельно обновили энергетическую инфраструктуру и в итоге не только покрыли все расходы школы на электроэнергию, но вышли на профицит в 1,8 миллиона долларов. Это позволило поднять зарплату каждому учителю на 30%, то есть на 15 тысяч. И отток педагогов прекратился. Напротив, округ даже начал получать новые резюме. А у детей появился наглядный образец применения новых технологий для улучшения жизни. Компании Tidewise и Stable провели успешные испытания связки из беспилотного судна и дрона для обнаружения разливов и нефтепродуктов в море. Дрон взлетает и садится на стабилизированную посадочную платформу на судне, которая постоянно поддерживает горизонтальное положение. Дроны удобно использовать для быстрого обзора большой территории, но они способны проводить в воздухе до часа. Из-за этого дрон можно использовать только вблизи места, где его можно посадить и подзарядить. Компания Tidewise, разрабатывающая автономные плавательные аппараты, и Stable, создающая стабилизированные столы для яхт и других судов, создали и испытали комплекс, который позволяет запускать беспилотное судно в интересующий район и использовать его как базу для посадки и подзарядки дрона. Судно USV Tupon представляет собой небольшой беспилотный катер длиной чуть менее 5 метров. Оно двигается с помощью двух электромоторов, двух рулей и дизельного электрогенератора. В качестве дрона инженеры использовали гексокоптер с большими посадочными опорами и камерой, направленной вниз. На судне установлена посадочная площадка с матричными кодами, помогающими дрону рассчитывать траекторию для посадки, и стабилизирующим механизмом, удерживающим площадку в горизонтальном положении, независимо от положения судна. Перед посадкой дрон и судно общаются по радиосвязи, и непосредственно во время посадки дрон следит за кодами на площадке при помощи камеры и мягко садится на нее. В декабре 2020 года инженеры успешно испытали комплекс в Бразилии, проверив общую работоспособность. В дальнейшем они собираются использовать его для обнаружения на воде пятен от нефтепродуктов и других посторонних веществ. Беспилотные суда используют не только для запуска дронов. Например, у китайских ученых есть небольшое исследовательское судно, способное запускать из моря метеорологические ракеты. За один выход в море оно способно проплыть 3000 километров и запустить почти 50 ракет. Китайская компания Tencent представила гибридного четвероногого робота с колесами. Он умеет не только ходить на четырех ногах, но и ездить на четырех или двух колесах. В последнем случае он ведет себя как человекоподобный робот. Вставая вертикально и хватая предмета двумя ногами. Инженеры представили новую конструкцию, которая позволяет совместить в одной машине свойства не только четвероногих и колесных, но и человекоподобных роботов. Внешне робот имеет обычный для своего класса вид. У него четыре двухсекционные ноги, которые могут двигаться как в плоскости вперед и назад, так и в сторону. Колеса на передней и задней паре ног разные. Это обусловлено тем, что робот также может вставать на два задних колеса, ориентируя корпус вертикально. В таком положении он может ездить и даже захватывать предметы, сжимая их двумя передними ногами, которые по сути становятся руками. В рамках конференции BMW компания представила и показала на фото электроседан i4 и электрокроссовер iX. Седан i4 показался на фотографиях экстерьера, а также BMW сообщила некоторые технические спецификации. BMW i4 будет доступна в нескольких версиях мощности и автономности. До 590 км по циклу WLTP или 480 км по циклу EPA. Мощность электродвигателя должна составлять до 530 л.с., что в теории даст возможность разгоняться до сотки за 4 секунды. i4 появится на прилавках уже в 2021 году в кузове Grand Coupe. Так BMW называет седаны 4 серии. Также будет специальная мощная версия BMW M Performance. Новые детали обещают в ближайшие несколько недель. BMW iX также появится в 2021 году и в двух модификациях под названиями BMW iX X-Drive 50 и BMW iX X-Drive 40. BMW iX X-Drive 40 должен проезжать на одном заряде аккумулятора до 400 км, а его более дорогая версия с аккумулятором на 100 кВт-часов до 600 км по циклу WLTP. Если использовать быструю сеть зарядок, то можно рассчитывать на заряд от 10 до 80% за 40 минут. В своем более мощном исполнении кроссовер BMW выдает около 500 лошадиных сил, что позволит X-Drive 50 разгоняться до скорости 100 км в час за 5 секунд. X-Drive i40, в котором 300 лошадиных сил, должен делать это за 6 секунд. Спасибо, кто досмотрел этот выпуск до конца. Обязательно поставьте ему лайк. Не забывайте подписываться на канал и ставить колокольчик. Обязательно пишите комментарии внизу и подписывайтесь на все наши полезные ресурсы. Ссылки будут в описании. Также хотел бы объявить, друзья, что у нашего канала появился аккаунт в TikTok, где мы публикуем короткие интересные видео о технологиях и не только. На этом я буду заканчивать. Еще раз благодарю вас за просмотр. Отличного настроения вам, друзья. До скорых встреч.